Также я бы сказала, что здесь огромнейшая проблема для пожилых в том, что они привыкли к советским таблеткам, к русской медицине и к русским препаратам. Здесь они совершенно не признаются, и эффективность совершенно другая американских препаратов. И я не знаю, насколько это из-за того, что пожилые люди себе внушили, что американские препараты им не помогут. Но, как правило, они... А, кстати, мешать и русские, и американские препараты очень часто опасно. И поэтому, допустим, моя бабушка только что просила фистал, бисокодил и что еще как называется? Уголь. Как же он называется? Уголь, специальный уголь. Блин, забыла. Ну, вы знаете, о чем я. Уголь для пищеварения, чтобы не было там газа и так далее. Здесь, конечно же, совершенно другие препараты. Бисокодила здесь нет, фистала нет, аллахола нет и всего прочего нет. Вот такие вот проблемы. А привыкнуть, конечно же, тем, которые не привыкли к такому, это очень сложно. Даже градусник здесь совершенно другой. Здесь температуру не меряют подмышкой. Здесь температуру меряют или в ухе, специальным таким автоматом, или же во рту. Или же есть теперь такие наклейки, хотя эти наклейки рассчитываются на, скорее всего, операционную обстановку. Такая вот наклейка. У меня, кстати, их несколько дома, которые под действием вашей температуры. Сразу там такая шкала и цвет сразу просвечивается. Если красная, то температура. Если зеленая, нет температуры. Если желтая, то типа, знаете, между. Ну, температура может быть там 36,9, вот типа на грани, да. И, конечно же, это все у нас меряется в Фаренгейте, а не в Цельсиусе. Кстати, в Америке когда-то вы меня спрашивали, некоторые думали, что моя мама медик. Нет, моя мама не медик, хотя она ходила в медицинскую школу пару лет, потому что все в ее семье в медике. И Реджина, бабушка Реджина, и мамин отец, и мамина бабушка, честь которой меня назвали София, все-все медики. И также бабушки Реджины, там очень-очень много родственников, которые или как бы ученые, или в медицине. Ну, это матрешке маме не очень понравилось. Она забросила этот институт, и она пыталась пробиться в медсестринское как бы отделение здесь. Здесь надо сдавать специальный экзамен. Экзамен сложный, очень сложный. По-моему, она была медсестрой в России. Я не помню, могу ошибаться. По-моему, если я не ошибаюсь, что была. Здесь она пыталась сдавать экзамен. И один из вопросов, который я помню, который сильно нас всех удивил, это вопрос чисто рассчитан на русских студентов. Вопрос такой. Если пациент сильно кашлял, и вам дает там 4 выбора, что вы ему порекомендуете? Один из выборов был молоко, горячее молоко с медом, с маслом, чтобы смягчить кашель. Оказывается, в Америке медсестры в это не верят. Я не помню, чем они советуют лечить кашель, но это как раз был самый неправильный ответ. Здесь презирают горячее молоко. Америка вообще очень построена на то, чтобы пить все со льдом, пить кока-колу со льдом, воду со льдом. Так, ледяную воду из холодильника плюс со льдом. Именно так я уже пью очень-очень много лет. Если вода не холодная и безо льда, я просто не могу напиться. Даже в самую холодную погоду. Я могу даже болеть, все равно буду пить самую холодную воду. Если молоко, то молоко никто не греет здесь. Молоко единственное, когда греют, это при намешивании латте. Когда вы делаете латте, то требуется горячее молоко, это пенка. Только тогда греется молоко. И еще, когда там соус какой-то белый вы делаете, для каких-то там макарон, спагетти, то еще можно. А так, чтобы греть молоко, его выпить, ни один американец вообще никогда даже не додумается это сделать. Хлопи с молоком всегда кушаются с холодным молоком. И при кашле обычно вам даются какие-то там типа микстуры, какие-то сиропы. Но никогда в жизни не молоко с топленым маслом и с каким-то там медом. Здесь совершенно другой подход. Чего бы вам еще такого интересного рассказать, пока не пришла моя смена. Бабушкина дочка, моя тетя точнее. Наверное, вам будет интересно то, что в больнице, как вы видите, я думаю, будет один из таких вопросов, почему я не переоделась там в халат, почему я могу сидеть в уличной обуви и в одежде. Американские врачи и ученые, уже много было опубликовано статей, что зараза с улицы, и то же самое, если вы переоденетесь, никакого особо не повлияет на... Тут, извиняюсь, люди ходят, мне как-то неудобно, сижу с камерой вообще, занимаюсь чем угодно. Короче, инфекция, так, пациент предрасположен инфекцией и так, и так, хоть в уличной, хоть не в уличной. Даже в операционной раньше, даже два года назад заставляли всех медицинских там, врачей, медсестр и так далее, одевать вот такие вот, знаете, гольфики поверх уличной обуви. Такие, вы знаете, голубенькие, типа стельки, нет, не стельки, голубенькие такие прозрачные носочки. Знаете, как в музей заходите, в некоторых музеях дают вам такие чехлы, наверное, чехлы, одноразовые. Потом опубликовали очень-очень много разных статей, что неважно, вы можете даже в кроссовках быть, зараза и так, и так передается по какой-то там статистике, статистика не меняется, хоть вы в этих чехлах, хоть и нет. И сейчас вы можете спокойно зайти в операционную, и там врачи просто в наглую в кроссовках уличных стоят, вот, не знаю, поэтому здесь никто не переодевается в белый халат. Здесь, кстати, не принято в Америке снимать, переодевать обувь и одевать тапочки. Вы это почти нигде не увидите, только, может быть, при входе к кому-то из русских домой. Тогда вас могут попросить. Я очень люблю одевать чьи-то тапки. Я думаю, меня приучила мама, что там можешь подхватить грибок или что-то такое. Лучше быть босиком, чем в чьих-то тапках. Тапки я не люблю одевать, и здесь никто не посмеет даже вас попросить снять обувь. Единственное, что, если у кого-то какие-то ковры, то вас могут попросить снять обувь. Тапки вам не дадут. Не дадут? По-моему, правильно, не дадут. И вы просто в носках или там, ну, босиком можете уже следовать, тем более, если есть какой-то семьи дети. А так, чтобы вам кто-то предложил тапки, еще попросил вас снять обувь уличную, вы это не встретите в Америке. Также почти в каждом сериале, который я смотрела в своем американском детстве, я замечала то, что все дети в сериалах, ну и также все мои друзья вне сериалах, сидят на кровати, делают уроки в уличной обуви. Привет, бабочек! Спишь? Они сидят в уличной обуви поверх своего покрывала, не то, что там с веси в ноги, а именно в кроссовках, в обуви на покрывале и, знаете, как по-индейски сидят в уличной обуви на кровати. Вот здесь такая культура. Также очень здесь принято сесть на асфальт в своей одежде и кинуть свой рюкзак или там портфель на пол. Потому что здесь все рассчитано на то, что это все будет стираться после первого раза. Как бы в других странах вещи сначала носятся пару раз, потом стирка. Здесь даже если кто-то одел, даже я уже приучила себя давно, если я одеваю какую-то маечку, хожу в ней там 2-3 часа и мне надо переодеться, потому что я куда-то иду более нарядная. Эта майка для меня уже считается грязной. Я ее должна кинуть в... Короче, в кучу для того, чтобы ее постирать. Вот такая американская культура. Часто здесь носят носки по одному разу. Если они становятся черными, их выкидывают. Как правило, здесь все носят белые носки. Белые, такие коротенькие носки, которые, знаете, только до ваших голеней доходят. Знаете, где вот кроссовок заканчивается? Вот такие вот коротенькие, низенькие носочки. Почти все носят здесь, и мужчины, и женщины. И если они сильно пачкаются, тем более, если там дети играются в носках во дворе, то это сразу выкидывается, и белоснежные носки очень здесь ценятся. Если я иду в спортзал и беру какой-то класс, типа там йоги, я извиняюсь, тут шум, беру какой-то класс, типа йоги, или, ну, не балет, но какие-то там, знаете, такие вот класс, где там надо растягиваться, и вам говорят снять кроссовки, то все уже готовы, у всех самые чистые, самые новые носочки, без никаких дыр, не застиранные, не заношенные, все вот новенькое, именно вот это, это ценится. Также вот белая майка, белая футболка под чем-то должна быть очень-очень белой. Она не может быть там уже, знаете, такой серо-желтой. Тоже на это все смотрят. Ох, у меня валит голова. У меня всегда реакция, когда дождь. В Нью-Йорке дождь довольно-таки часто, и у меня вот просто, знаете, здесь мехрень намечается вот здесь. Очень-очень, я не люблю вот это давление, но ничего не сделаешь. Скоро ехать домой, делать уроки. Домой отсюда ехать. Сейчас у нас 7 часов вечера, нет, 7.15. Домой отсюда ехать часа, наверное, 2. Тем более, что сейчас выходной, а по выходным транспорт ходит намного реже, чем будние дни. Не знаю, насколько я вас утомила своими ответами. Все, моя смена прошла. Мы проигрываемся домой. Ветер, холодно, но на душе хорошо, тепло. Хорошо я провела время с бабулечкой. Мы хорошо с ней побеседовали. И, надеюсь, ей будет чуть-чуть лучше. Кстати, вне Манхэттена очень часто метро находится над землей. Не под землей, а над землей. И только лишь потом, после каких-то остановок, это все идет под землю. Но сейчас я поднялась по... Сейчас я поднялась по, наверное, 40 ступенек, ступенькам. И карабкалась вверх. Вот здесь метро на рельсах. Мы едем с вами домой. Не дождусь я. Полуцобачий. Кстати. Только что я была в магазине. В каком-то дешевеньком. Купила я... Как вам? Улов. В метро. Сейчас будем показывать. Купила я вот такую штучку для занавески в ванной. Такой. Купила прозрачную вешать под нашу красивенькую. Лемонграсс. И грейпфут. Лемонграсс это такая трава. Ее используют в азиатской кухне. Вроде бы она на вид как трава. Но когда вы ее надламываете чуть-чуть, она пахнет... Я извиняюсь. Вот такой у нас шумный Нью-Йорк. Потому что здесь около больницы. Находимся около больницы. И все время вот эти сирены от скорой помощи. Короче, лемонграсс это такая трава. Это просто невозможно. А когда вы ее надламываете, она, во-первых, и пахнет на вкус. У нее такой вот лимонный вкус. Поэтому она называется Лемонграсс. Лимонная трава. Такой дезодорант. Стол он 4 доллара. Мне интересно попробовать его. И так же я давно-давно не видела конфеты Мэнтос. Я купила клубничные такие конфетки Мэнтос. Потому что у нас, по-моему, их больше не продают. И купила я Пасхвалю. Ну и последнее, что я приобрела, это такие перчатки. Очень-очень они дорогие. Очень дорогие. Аж 3 доллара почти что. Купила я их Пасхвалю. Самые обычные. Для того, чтобы там гулять с собаками. Держать поводок. И их не жалко там делать грязными. Вот такой вот у нас улуп. Мы ждем. Пульган. Скоро спичит товарищ Чи. Ура, мы в теплоте. И не в обиде. Ох, руки замерзли просто. Посмотрите, что случилось. Жуткий-жуткий холод. И так выглядят старые вагоны. Сейчас немногие... Вот так вот выглядит новый вагон. Вот так больше освещения. Вот такое убогое у нас метро. Ужас. Грустно. Мы очень глубоко под землей находимся. Вот еще одна лестница. И еще там будет две лестницы высоких. Но очень глубоко. Кстати, я очень боюсь высоты. Просто меня нервирует. Видите, еще очередная лестница. Я, если повернусь назад, точно упаду от страха. Кто из вас боится высоты? Я думаю, многие, кстати. Просто бесконечное издевательство. А когда еще шпильки оденешь, то они застревают в этих штуках. А подниматься по лестнице, это, наверное, как... Как же и называется в Одессе эта лестница? Боюсь исковеркать. Не помню. Короче, вы знаете. Одесскую великую, очень крутую лестницу. Короче, здесь особо на шпильках не походишь. Поэтому вся моя обувь обычно удобная. И с собой я ношу уже туфель на каблуке. Сейчас мы выходим, но там будет еще лестница. Вот еще лестница. Все бесконечное издевательство. Пасхуарчик приготовил такой томатный салат. Я купила мороженое, потому что он давно просил. Такие овощи. Вот. А тоги! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok